Более полумиллиона рублей. Таков призовой фонд традиционного турнира по армрестлингу «Сибирский медведь», который прошел на днях в Омске. Среди спортсменов соревнование давно считается неофициальным чемпионатом страны, настолько высок уровень участников. Выступить приезжают заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы разных лет. Дмитрий Куканас продолжит. Перед решающей схваткой судьи долго проверяют захват, но сам поединок длится секунды. Давайте попробуем. Держать! Держать! Вячеслав Дмитриев хоть и проиграл, но остался доволен. Третье место на таком турнире – достойный результат. Уступил сильнейшим. С Пермского края там тоже сильные ребята, 70 килограмм. А из Красноярского края, конечно, тоже у них этот спорт, так скажем, очень сильно продвигается. Было интересно побороться, так скажем, почти на равных поборолись. Буквально немножко не хватило, чтобы до победы, и там уже было бы приятно. Он переехал в Омск специально, чтобы тренироваться с лучшими. Именно поэтому, говорят организаторы с гордостью, некоторые спортсмены не решились принять участие в турнире. Конкуренция очень высокая. Больше мастеров спорта и чемпионов собирает разве что чемпионат страны. И, к слову, недалек тот день, когда и его проведут в Омске. Мы к этому двигаемся, мы к этому и идем. И мы гордимся тем, что наш турнир от года к году получает, приобретает все больше сильных спортсменов, лучших спортсменов нашей страны. В этом году много заявок от девушек. Каждая третья схватка женская. И по эмоциональному накалу женские поединки не уступают мужским. Женские поединки более зрелищные. Все девушки борются через верх. Крюк борьба довольно-таки редкая. Ну и судить их гораздо приятнее. Татьяна Баркалова вернулась в спорт после того, как стала мамой. И, несмотря на долгий вынужденный отпуск, сразу же победила. Я в декрете. Три года я не выступала. Это мои первые соревнования после длительного перерыва. Турнир очень хороший. Я на нем первый раз. И соперники достойные. Свой высокий класс подтвердил дальнобойщик из Красноярска Виталий Лолетин, который трижды привозил на родину золото мировых чемпионатов. В Омске решил проверить свои силы в схватке с ведущими спортсменами. Я Россия, Европа, мир. Мы не пересекаемся, потому что мы боремся в разных весовых категориях. А благодаря таким турнирам мы встречаемся в абсолютной весовой категории, допустим. И уже боремся, уже выясняем силы среди всех, кто сильнее получается. Лучших спортсменов наградили эксклюзивными медалями, специально изготовленными для турнира на оборонном предприятии. А победителю в абсолютной категории вручили золотой перстень-печатку. Дмитрий Куканас, Алексей Попов. Новости здесь. Омск.